Все эти 15 человек прошли через одинаковую процедуру пыток. Но умер только он. Значит, не мы ведь виноваты, а виновата его плохое состояние здоровья. Представляете, и они это могут на полном серьезе. Реально даже, может быть, они даже в это верят, что так, в принципе, и должно быть. Катыров дает указание кого-то из задержанных убить в целях устрашения. Такое мы и допускаем. Но неужели все эти сотрудники нищего ранга так пытаются выслужиться перед ним, что доводят до смерти? Сообщений о похищениях очередных. И затем плавно перейдем уже к другим темам. Итак, как вы знаете, всю прошедшую неделю, начиная еще с той недели, были массовые похищения в Шалинском районе, в других районах Чеченской республики. И вот кульминацией всех этих, всего этого беспредела, этого беззакония оказалось то, что одного из похищенных в Шалинском районе, в самом городе Шали, то есть этот парень проживал в самом городе Шали, он был похищен несколько дней назад, попал под эту общую волну похищений. И он умирает у них во время пыток, и они, значит, вчера выдают его тело родным. Выдают тело, говорят, что, мол, у него банально там произошла остановка сердца, под жесточайшим контролем проходит вся вот эта процедура, процессия похорон, то есть там находятся сотрудники этого Шалинского ОМВД, никому не разрешают снимать, ни сам процесс похорон, ни тело погибшего. При этом буквально сразу, как только выдается тело, как только его родные увидели, увидели на нем среды пыток, сразу же эта информация попадает ко мне. Этого парня, кстати, зовут Магомадов Абдулла Сейд Эминович. В телеграм-канале я опубликовал его фотографии. И, значит, сразу же эта информация попадает ко мне, и как только мы об этом узнаем, я там еще несколько каналов, значит, публикуем эту информацию о том, что он умер, и, точнее, они его убили, и моментально они начинают, как только они видят эти публикации, они начинают проверять телефоны находящихся на этих похоронах людей, то есть думая, предполагая, что это они скинули нам, мне, там, другим каналам эту информацию. Но насчет себя скажу точно, я эту информацию получал не от тех людей, которые находятся на самих похоронах, и это хорошо в целях безопасности, когда такое происходит через несколько рук, то это всегда безопаснее для находящихся в непосредственной опасности, то есть люди, которые находятся перед ними, которых они могут задержать, проверить телефоны, таким людям, конечно, лучше не рисковать и информацию не отправлять. В общем, здесь эти все меры предосторожности были соблюдены, я получил вообще из другого источника эту информацию, эти фотографии, там, видео. В общем, в итоге парня, естественно, похоронили, и вот самое кочунственное, на самих этих похоронах они заставили родных сказать, что якобы во время, когда был приглашен его дядя, дядя погибшего был приглашен, значит, на территорию этого ОМВД, и якобы они вместе с своим племянником, он стоял, и когда они задавали какие-то вопросы, в этот момент у него случился, типа, какой-то приступ сердечный, и он, мол, прям перед дядей скончался, мол, здесь нет никакого нарушения прав, его никто не пытал, то есть мы не виноваты в том, что он погиб, все, значит, произошло скоропостижно, это несчастный случай. Разумеется, это все неправда. Те, кто наши, во всяком случае, источники находящиеся, которые находились, непосредственно присутствовали на этих похоронах, люди, которые контактировали с теми, кто видел тело, все свидетельствуют о том, что на теле имели синяки, следы пыток, ток, там, в общем, полный букет всего того, что они любят применять. И они, знаете, могут сказать, что, в принципе, даже их сама, их преступная логика работает таким образом, что, да, мы, мол, но мы его пытали точно так же, как и других, другие же не погибли. Понимаете, насколько уже у них, в принципе, атрофировалось вот это вот мышление, насколько стало нормальным пытать людей, избивать там ток, пакеты, душение, в общем, всевозможные дубинки, избиения, об этом я вообще молчу. То есть для них уже это нормально. И когда человек во время этих пыток, не выдержав эти пытки, если он умирает, то они говорят, ну, мы-то не виноваты. У него просто был слабый организм, было слабое сердце, он остановился, он не выдержал пытки. Смотрите, мы похитили 15 человек, все эти 15 человек прошли через одинаковую процедуру пыток. Но умер только он. Значит, не мы ведь виноваты, а виновата его плохое состояние здоровья. Представляете, и они это могут на полном серьезе. Реально даже, может быть, они даже в это верят, что так, в принципе, и должно быть. Но суть-то в том, что если бы вы не пытали человека, который не в состоянии выдержать пыток, он бы не умер. Вы бы не стали виновниками его гибели. Как кто-то может сказать, если ему суждено, он по-любому умрет. По-любому умрет. Но если ему суждено умереть, то он умрет своей смертью. Но причиной этой смерти стали вы, потому что вы его пытали. В общем, очень тяжелая история. Парень сам был инвалид. На правой руке у него не было четырех пальцев. Все те, кто связывались со мной, очень хорошо отзывались об этом парне. Говорили только какие-то хорошие качества, которыми он обладал. Да помилует его Всевышний Аллах, да дарует Всевышний Аллах терпение. Его родным и близким. И да покарает Всевышний Аллах всех виновников, всех виновных в его смерти. Разумеется, на этом не заканчивается у нас похищение. Сегодня поступила информация, что вчера в городе Урус-Мартан был похищен другой парень, житель города Урус-Мартан. И, значит, по предварительным данным, его похитили сотрудники так называемого ПМСН, полка полиции специального назначения. Значит, похищен он был в районе, ну, после обеда, в общем, где-то 14 часов по Грозному, по улице Демаева, 45. И, ну, естественно, достоверно, где он сейчас находится, неизвестно, но по предварительной информации он находится на территории этого полка имени Ахмата Кадырова, по которому, кстати говоря, командует Замид Чалаев, тот самый Замид Чалаев, чей сын в результате ДТП убил целую семью. Вы где-нибудь слышали в каких-нибудь сводках, может быть, на сайте МВД, на сайте ГИБДД по Чеченской Республике, вы где-нибудь видели информацию о том, что в Аргоне произошло очень серьезное ДТП, в которой погибло три человека, муж, жена и подросток, 15-летний сын. Когда подобное происходит в обычной жизни, если в этом не участвуют, допустим, приближенные Кадыровы люди, то мы об этом слышим, мы видим репортажи, мы видим в сводках там ГИБДД, МВД, в любом случае эта информация проходит. Но когда виновником такой истории является какой-то кадыровский мальчик, его родственник там, или родственники приближенных к нему людей, мы не видим об этом никакой информации, ни о возбуждении дела, ни о расследовании, ни о разбирательстве, ничего. Вы не увидите информацию про сына Замеда Чалаева. Я больше вам скажу, эту тему они вообще по-тихому замяли. Благо, для них все и погибшие являлись жителями Ножиуртовского района, то есть для них это было вообще просто, потому что этот Замед Чалаев тоже является выходцем из Ножиуртовского района, родом оттуда, из селения Бинок. Они по-тихому очень быстро этот вопрос замяли, и даже, представьте, по факту смерти трех человек, нет никакого разбирательства, возбужденного дела, ничего нет. Хотя по российскому закону, это обязательно, эта процедура должна автоматически запуститься. Никто не должен писать заявление по этому поводу. То есть это не та ситуация, где есть какой-то пострадавший, потерпевший, и он не написал заявление, и поэтому ничего не произошло. Нет, когда погибают люди в результате ДТП, процедура начинается автоматически. И виновник этого ДТП должен понести наказание в соответствии с российским законодательством. Это я сейчас говорю о том, как должно быть по российскому закону. И если бы это был любой другой, не сын, там, Замед Чалаева, например, а какой-нибудь наш с вами сын, наш с вами брат, то эта вся процедура бы началась. Мы бы с вами сейчас околачивали бы пороги у МВД там какого-нибудь по городу Аргун. Где-то там со следователями общались бы, пытались бы там что-то как-то с родственниками договориться. Отсюда бы на нас давлели всякие муфтияты и духовные управления. Там где-то проходило бы совещание, на котором бы Кадыров ругал всех тех, кто нарушает правила дорожного движения. Здесь ГИБДДшники бы нам какие-то протоколы что-то всували бы, чтобы мы подписывали. Понимаете, у нас были бы целые процессы, очень тяжелые для нас, как для родственников. Плюс мы еще перед теми родственниками были бы очень в виноватом положении. Представляете, насколько это проблема для обычных людей? И как легко это решается, когда ты родственник приближенного к Кадырову человека. Ты просто по-тихому вопрос с пострадавшей стороной, с родственниками, ты закрываешь. А с законодательством у тебя вообще никаких проблем не бывает. Вот так вот, в общем, все происходит сейчас в Кадыровской Чечне. Я же говорю, ребята, вы поймите, у них само по себе мышление, оно уже другое. Это вот, это как, знаете, живущие в Чечне люди, допустим, считают, что за употребление наркотиков, например, если тебя поймали, то то, что тебя избили, это нормально. Никто не жалуется, никогда там, никакие родственники, никто не скажет, ничего себе, почему вы человека избили. Ну, хорошо, он наркоман. Даже он, если распространял, допустим, хорошо, допускаем. Ну, его разве не по закону как-то нужно за это наказать. Ну, нет, уже такого, вообще такой мысли даже не возникает, потому что считается, а, типа, ну, ты же, у тебя с наркотиками, понимали, значит, нормально, что тебя побили. И здесь то же самое. Они привозят человека, похищенного. Для них это такая, просто такая процедура рабочая. Подключить к нему аппарат, там, побить его током, немножко дубинками, там, на голову пакет ему надеть. Это такая рабочая процедура, через которую они проводят всех. И когда в результате вот этой обычной, рутинной процедуры кто-то умирает, это воспринимается как, ну, это же не мы виноваты. У него было слабое сердце, что он, не нужно было со слабым сердцем, значит, нам попадаться. Мы не виноваты, мы сделали с ним то же самое, что мы делали, там, сотнями, тысячами людей до него. Никто из них не умирал, а он умер, значит, не мы виноваты. То есть, статистика работает, типа, в их пользу. Субтитры создавал DimaTorzok